Добрый день, меня зовут Сергей, приветствую вас на канале 1Серж23. Не забывайте подписаться на канал, поставить колокольчики, потому что на своем канале я выкладываю достаточно много новых интересных тем. И сейчас в данном случае речь пойдет не о водно-моторной технике, а будет в рубрике «Удачное решение», то бишь решение, которое можете использовать для оформления своего дома, дачи или вообще какого-либо объекта. В данном случае речь пойдет о изготовлении, об оформлении сетки забора из сетки рабицы. То есть другими словами речь пойдет о изготовлении фотозабора. Вот как видите, сейчас сзади меня находится фотозабор, который я только что со своим сыном смонтировал. Монтаж занял порядка где-то 30-40 минут, работали вдвоем. Монтаж ввелся. Сейчас я покажу непосредственно, как производится монтаж данного забора. Выполнен данный фотозабор из сетки фасадной, напечатанной на интерьерном плотере экосольвентным способом. Такие изделия я изготавливаю сам, проблем никаких нет. То есть у меня есть все необходимое оборудование, и поэтому если вас подобная тема заинтересовала, вы без проблем можете разместить у меня заказ через почту. Почта 1серж23 собакамейл.ру Стоимость 1 квадратного метра такой печати, картинка может быть абсолютно любая. Стоимость 1 квадратного метра при нынешнем курсе в районе 270-300 рублей в зависимости от материала. Потому что материал бывает чуть-чуть разный, бывает чуть дешевле, бывает чуть дороже. Но в среднем где-то 270-300 рублей, не дороже. При этом вы получаете печать интерьерного качества с разрешением 1440 или 2160 точек на дюйм. То есть это интерьерная фотопечать. Как я выкладывал уже в предыдущих роликах, посвященных также в удачном решении, я делаю фотошторы, картины и все остальные вещи, если они вам будут нужны. Но как еще раз говорю, в данном случае идет речь о фотозабории. Почему я делаю подобный ролик и почему вообще данную тему я начал развивать? Ну, помимо увеличения объема предлагаемых мной услуг, а так, почему такая тема вообще, на мой взгляд, может быть востребована? Нет ничего более унылого, когда вы поставили забор обычный из сетки рабицы. Это делается так же, то же самое, как это сделал я, чисто экономические, экономные решения. То есть сетка рабицы это самый дешевый забор, который только можно огородить участок. При этом смотрится он, вы за ним видите грязь, мусор, листву, траву и все остальное. То есть у вас получается, вот вы сделали себе, зачистили себе участок, то есть вы все обкосили, все нормально, сзади у вас не пойми что, и вы на это все, в принципе, смотрите через сетку рабицы. Вот здесь вот особенности дач, в принципе, тебя пытаются все подряд съесть. В частности, комары, оводы и все остальное, все, что здесь проживает. Но здесь деваться некуда. Закрыть забор из сетки рабицы не является капитальным строением, сильно капитальным строением. И поэтому, если вы закроете его чем-то капитальным, то есть вы застелите его баннером, закроете баннером, его просто уронит, оторвет, и он у вас повредится, придется его ремонтировать. Единственное решение, которое, в принципе, здесь возможно, это декорировать фасад именно фасадной сеткой. Фасадная сетка имеет ячейку, видите, она просвечивается, и она абсолютно пропускает воздух. То есть она снимает, за счет отверстий в этой сетке снимается нагрузка ветровая с забора. Вот видите, забор немножко играет, но при этом здесь сейчас достаточно, ну вот такой вот ветер, ветер небольшой есть, вот есть, видно, сзади деревья немножко наклоняется, то есть, как его называется, ветер есть, не сильный, не шторм, но ветер есть. И вот смотрите, вот как ведет себя забор. То есть абсолютно нормально, абсолютно ровно он за мной висит. Поэтому говорю, что, а после того, как вы закрываете данное мероприятие, закрываете вот подобными изображениями, закрываете его картинками, закрываете его вообще любым изображением, вашими фотографиями, фотографиями из вашего фотоархива. То, что вы сделаете, без разницы. Либо, допустим, изображение можно купить в фотобанке, ну, в частности, я сотрудничаю, например, с фотодженникой, то есть и могу для вас купить изображение у них. В принципе, у меня есть ряд изображений, купленных с лицензией на тиражирование, но далеко не все они подходят для вот конкретно подобных тем. То есть вот данная картинка подходит. А в основной массе это изображения, которых можно делать картины там, и какие-то, допустим, вот такие вот вещи. Они не все абсолютно подходят для подобных вещей. Давайте сейчас я нажму на паузу и покажу вам, как выглядел забор вот до того, как я его декорировал. Так, ну вот, сейчас я вам показываю, как выглядит вот этот вот забор сет-карабиса до того, как на него нанесено изображение, то есть на него не повешен фотозабор. Вот, смотрите. Показываю. Сейчас торможу, и дальше уже будет с забором. Ну, а вот, смотрите. Вот сейчас установлен фотозабор. Такое ощущение, что маки растут прямо из земли. Вот, смотрите, показываю. Устанул, никогда не поздно указать нежелательным объектам, которые находятся на вашей территории, что за ними ведется видеонаблюдение, и что они попали на частную территорию, на частную собственность. А так вот, вот это вот фотозабор. Как делается из сетки-рабицы фотозабор. Картинки могут быть абсолютно любые, как я и уже говорил. Так что все, смотрите, сейчас я буду в кадре уже. Так, ну вот вы посмотрели, как было, как стало, и увидели разницу. Такое ощущение, еще раз говорю, что вот за счет подобранной удачной картинки декорация идет не до самого низа, она идет чуть-чуть выше начала забора от земли. И получается, за счет травы, получается ощущение, что вот эти вот, что картинка растет прямо, непосредственно из земли. То есть нету такого, когда отходишь далеко, нету такого эффекта, что это вот что-то искусственное. Вот сейчас я буду декорировать, в будущем буду декорировать пруд, там я возьму какие-нибудь морские, речные картинки, то есть подберу что-то под тематики. То есть я задекорирую, поставил себе цель задекорировать полностью у себя весь участок. Потому что, как еще раз говорю, конечно, можно разориться на крутой забор, но я считаю, что это не стоит тех денег, ну вот в данном случае, которые этот, как его называется, просят за данную конструкцию. А так вот, очень бюджетное, очень интересное решение. Давайте я сейчас нажму еще раз на паузу и покажу вам, как производится монтаж данного забора. Так, ну вот смотрите, как производится монтаж. Монтаж производится очень просто. Как видите, здесь сама фасадная сетка состоит из ячеек, которые, в принципе, достаточно хомутиками притянуть, вот видите хомутики, притянуть непосредственно к сетке рабицы, в углы ее сплетения. И все, вот видите, то же самое картина. И после этого все, через порядка 30-40 сантиметров, и все получается абсолютно ровненько и нормально. Вдвоем это делается легко и беспроблемно. Один человек подтягивает, разравнивает сетку, второй человек ее просто фиксирует. Все. После того, как затянули бока и затянули вверх, совершенно спокойно проходится низ. В данном случае сетка имеет, ну вот эта вот печать имеет высоту метр 0,7. На самом, ну как бы может быть вообще совершенно-совершенно по-другому. То есть максимальная ширина печати у меня, интерьерной печати, это 2,5 метра. То есть, соответственно, 2,35 я могу напечатать высоту без проблем. При этом стоимость будет рассчитываться, исходя из квадратного метра. Если вы заказываете забор какой-то нестандартный, фото забор какой-то нестандартной формы, то в этом случае может получиться так, что стоимость будет выше, чуть-чуть исходя из отхода материала. Потому что, ну вот, данный материал продается всего в 2-3 размерах. И если, допустим, вам нужен забор, к примеру, 2 метра, а материал идет 2,5 метровый, то просто за белый материал 50 сантиметров будет дополнительно взята оплата. Потому что, ну, чисто как за материал, никак без печати. Потому что он идет в отход. А отходов здесь, ну, как бы этот, нет. Видите, красиво получился. Вот смотрите, показываю. Вот идет натуральная трава, и она просто переходит в траву. И то есть, когда смотришь издали, получается ощущение, что ты находишься, где-то у тебя находится вдали маковое поле. А так вот. Это фотозабор. Все, нажимаю на паузу. Дальше я буду в кадре. Так, ну вот вы посмотрели, как производится монтаж данного, данного фотозабора. Непосредственно, как производится декорирование, каким образом это все происходит. Увидели разницу с тем, что было и что может получиться, допустим, у вас на вашем участке. Как еще раз говорю, картинки могут любые быть. Морские пейзажи, там, абстракция, все что угодно. Картинные изображения. В фотобанках огромный объем поток и объем изображений, которые можете купить, прокат которых можно купить для подобного изделия, для вашего участка. Причем картинки будут достаточно высокого качества и позволят распечатать непосредственно в фотокачестве. Так что вот. Как еще раз говорю, стоимость одного квадратного метра порядка 270-300 рублей на сегодняшний день. При этом вы получаете сетку с интерьерной печатью. Также, в принципе, у меня можно заказывать вообще печать любую. Печать картин, изготовление картин, изготовление рекламы, печать рекламы и все что угодно. То есть, может здесь, например, быть не картины, может быть не картинки, не фотографии, а может быть, например, реклама. Если это какой-то строительный объект. Никаких проблем. Точно таким же образом можно декорировать. В случае, если необходимо задекорировать забор не из сет карабицы, а сплошной забор, для этого есть другие решения. Они более яркие, более сочные, более долговечные. То есть, это решение, когда можно использовать специальный баннер с черной обратной подложкой, на котором получается очень яркая, сочная, насыщенная печать. Так что вот, решений очень много. Решений есть. Если вы захотели оформить собственный участок, обращайтесь, я вам помогу. Стоит это все не очень дорого. Но, соответственно, от материала. То есть, есть материалы, которых стоимость превосходит. Например, если вы решите затянуть что-то холстами, то это, конечно, будет очень дорого, но и абсолютно бессмысленно. Хотя при оформлении дома, при оформлении квартиры, при оформлении других каких-то вот объектов недвижимости, внутренних помещений, конечно, лучше всего использовать натуральные холсты. Это как в багете, так и без багета, натянутые на раму. То есть, никаких проблем здесь нет. Так что вот. А так, захотели, понравилась тема, захотели получить подобное изделие, обращайтесь ко мне на почту. Там же можно оформить заказы. Почта 1серж23собакамейл.ру Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова